Друзья, всем привет! С вами Ян. Продолжаем изучать дизайн в SwiftUI. И в этом видео я покажу вам, как создать вот такие вот информационные кольца, которые могут быть использованы для отображения прогресса чего-либо. Далее я расскажу, как применить к ним анимацию. И как, создав одно такое кольцо, мы можем применять его по всему приложению, используя совершенно разные параметры. Итак, давайте начнем. Первым делом я создам новый файл, нажимаю Command N. Это будет SwiftUI View. Я назову его Ring View. Нажму Create. Внутри вместо текста я оставляю фигуру Circle, то есть круг. К этому кругу я добавляю такой модификатор, как Stroke. Выбираю Content и Style. В качестве Content у меня будет Color.Red. В качестве Style – Stroke Style. Это структура, поэтому пишется с большой буквы. Далее открываю круглую скобку. В круглых скобках пишу Line Width, то есть ширина линий 5. Далее вместо красного цвета я хочу добавить Gradient. Я пишу вместо Color.Red Linear Gradient. Открываю скобку. Выбираю заполнитель. Итак, Gradient – это у меня будет структура Gradient с большой буквы. Открываю скобку. Выбираю тот с массивом цветов. Внутрь массива я помещаю Color, круглые скобки, в круглых скобках Color.Lit. Выбираю Color.Literal и сам цвет выбираю вот такой красный. Копирую этот цвет и после запятой вставляю еще раз и выбираю вот такой фиолетовый. Далее стартовая точка будет точка Top.Trailing, то есть правый и верхний угол. Конечная точка будет точка Bottom.Leading, то есть левый и нижний угол. Выше модификатора Stroke я добавляю модификатор Trim, то есть мы будем вырезать из этого кольца участки. From пишу 0.2 to 1. Иначе говоря, мы вырезали 20% кольца, начиная вот с этой точки. Если я сделаю, допустим, 0.9, мы видим, что убрали почти все кольцо. Верну 0.2. Я хочу поменять расположение стартовой точки. Для этого я применяю модификатор Rotation Effect ниже Stroke. И внутри пишу Angle, круглая скобка, Degrees, 90. Мы видим, что теперь у нас стартовая точка вот здесь. Но я хочу, чтобы она была противоположна на 180 градусов. Для этого я разверну все кольцо на 180 градусов относительно оси X. Поэтому я добавлю модификатор Rotation 3D Effect. В качестве угла также структура Angle, круглая скобка, Degrees, 180. Ось X, 1. Ось Y, 0. Z, 0. Далее я заключу все кольцо в рамку. Пишу Frame шириной 44, высотой тоже 44. Как я вижу, что два угла здесь не совсем полностью прорисованы. Это можно решить, если я добавлю внутрь Stroke Style после Line Width, запятую. И напишу Line Join точка Round. Теперь мы видим, что кольцо не обрезано по краям. Давайте я выровняю все. И к кольцу я добавлю тень. Пишу точка Shadow. Выбираю там, где много параметров. Так, в качестве цвета я также беру Color. Вот этот фиолетовый. Копирую его. И вставляю сюда. Радиус будет 3, X, 0, Y, 3. Также к цвету я добавлю непрозрачность. Пишу точка Opacity 0.1. Теперь я хочу разместить еще одно кольцо, но сзади серого цвета, которое будет показывать остаточный прогресс. Для этого я все кольцо, весь Circle помещаю в Z-Stack. Здесь я выберу Embed in V-Stack и V-Stack поменяю на Z-Stack. Ниже, внутри Z-Stack, то есть на заднем плане, размещаю еще Circle. Также пишу точка Stroke. Первый параметр у меня будет Color.Black.Opacity 0.1. И второй параметр у меня будет Style. Я сделаю также Stroke Style, круглые скобки. И внутри напишу ширина линии 5, то есть Line Width 5. Также добавлю рамку из основного кольца, скопирую и вставлю сюда. Далее я все выравниваю. И вот смотрите, что получилось. Сзади у меня серое кольцо, спереди текущее кольцо с градиентом. Далее, внутри кольца я хочу поместить текст с процентами. Для этого после Circle я пишу текст, круглые скобки, строка 78%. Далее, к этому тексту добавлю модификаторы Font, выберу точка Subheadline. И модификатор Font Weight, выберу точка Bold. Теперь я хочу вынести ключевые параметры всего кольца. Такие как цвет, ширина, высота и процент. В качестве переменных или свойств самой структуры RingView. Итак, после структуры RingView я пишу переменная Color1 равняется. И копирую вот этот красный цвет, Ctrl-C, вставляю сюда. Также я добавляю свойство Color2, равняется вот такой вот фиолетовый цвет. Также копирую и вставляю. Следующее свойство это у нас будет ширина рамки. И пишу varWidth, равняется сейчас 44. И высота рамки Height тоже равняется 44. И также создам свойство процент, сделаю его равным 78. Теперь начну замену данных внутри структуры на свойства сами. Допустим, вместо уже Color вот такой красный в скобках я вставляю Color1. Вместо фиолетовый я вставляю Color2. Дошли до рамки, также поменяем ширину и высоту. Вставляю свойства, значит, ширина и свойства высота. Возникает ошибка, потому что у нас ширина и высота это тип данных Integer. А Frame, внутри Frame ширина и высота тип данных CGFloat. Из X-Width строго степизированный, поэтому мы укажем у переменных ширина и высота тип данных CGFloat. Ошибка исчезла. Продолжаем замену. Точно так же для рамки второго кольца я меняю 44 на ширину и 44 высоты также на высоту. Далее заменяю цвета в тени. То есть также пишу Color2 вместо вот этого Color. Но теперь смотрите, что если я захочу изменить размер кольца, да, я поменяю, допустим, ширину на 78 и высоту также на 78. Нажму Resume. Мы видим то, что у нас остальные параметры, они не изменились. То есть ни ширина кольца, ни размер процента. Для того, чтобы остальные параметры отражали изменения, я внутри Body создам еще одно свойство. Назову его Multiplier. Она будет равно текущая ширина, деленная на первоначальную ширину, которая у нас была, скажем, 44. Но при этом, так как из Body мы должны вернуть одно только View, перед ZStack'ом я пишу Return. И Swift просит меня заменить переменную на константу, потому что мы Multiplier не будем изменять в коде. Я заменяю. Теперь все те параметры, которые изменяются с увеличением ширины рамки, мы будем умножать на Multiplier. Итак, я копирую название. Далее иду в Stroke, Stroke Style. И там, где Line Width 5, делаю умножить и вставляю Multiplier. Теперь то же самое для основного кольца. Там, где Line Width 5, умножаю на Multiplier. Далее, Радиус тени 3, я также умножу на это свойство. И 3 поинта по оси Y, также умножаю на Multiplier. Далее, Текст. Вместо Sub Headline я пишу точка System Size 14 умножить на Multiplier. Теперь, для того, чтобы заполнить корректно процент заполнения, так как это у нас текст, то я сделаю интерполяцию свойства процент. Вот этого свойства процент. Я его пишу здесь. Далее, после него добавлю знак процента. Теперь я хочу, чтобы тот прогресс, который мы обозначаем с помощью Trim, от 0,2 до 1, я хочу, чтобы он тоже был динамический и зависел от процента, который мы укажем. Вот здесь вот, в свойстве процент. Для этого я после константы Multiplier добавляю еще одну константу, назову ее Progress. Она будет равна % деленная на 100. И константу Progress я вставляю вместо 0.2. Но мне Swift говорит то, что, опять же, требуется CGFloat, а не Integer. Поэтому я к проценту также добавляю CGFloat. Тип данных. Теперь, если мы нажмем Resume, мы увидим вот такое вот большое число, потому что вычисляется оно с типом данных CGFloat. Но я хочу, чтобы в тексте, в самом, который мы интерполируем, переменную процент, я хочу, чтобы выводилось именно число. Для этого я иду в текст и делаю Integer. Я пишу скобка Integer и скобка после процента. Теперь мы видим 78%. Но, смотрите, у нас реальное кольцо не отображает 78%, а скорее отображает 22%. Давайте настроим это. Чтобы отобразилось именно 78%, мы должны из единицы вычесть вот этот вот процент, деленный на 100. Сейчас оно отображает 78%. Так, благодаря тому, что мы все свойства вынесли отдельно, и внутри RingView используем эти свойства, то мы можем каждый раз для каждого нового кольца менять лишь эти свойства. А само кольцо будет реагировать на эти изменения и, соответственно, меняться. Становится больше или меньше, и также будет изменяться процент и сам уровень прогресса в кольце. Теперь я хочу сделать так, чтобы происходило заполнение кольца вместе с анимацией. И вместе с этим давайте перейдем в структуру ContentView, там где наши сертификаты. При нажатии на сертификат у нас появляется карточка. Вот я хочу, чтобы при нажатии на карточку у меня, во-первых, здесь показывалось само это кольцо, и происходила анимация кольца, то есть заполнение самого кольца происходило в момент появления вот этой карточки. Для этой цели мы будем использовать state-свойства show и state-свойства showCard. Я возвращаюсь в RingView и делаю binding этого свойства. Пишу binding var show тип данных boolean. Теперь я иду в trim, за само кольцо у нас отвечает trim, внутри я пишу show, знак вопроса, прогресс, двоеточие, единица. Когда карточка будет показана, вот этот прогресс заполнится. Теперь я хочу, чтобы это происходило опять же с анимацией. После shadow я пишу точка animation, выберу точка isInOut. Далее, так как мы добавили binding-свойства в структуру RingView, мы должны его указать в preview. Итак, я пишу show. И вместо binding boolean я должен здесь по сути указать state-свойства, но раз его нет, я указываю точка constant в скобках true. После этого мы можем посмотреть preview. Далее я перехожу в content view, ищу нашу всплывающую карточку, она называется bottom cart view. Вот она. Нажимаю jump to definition и ниже текста добавляю ring view. Открываю круглую скобку и начинаю делать полностью кастомное кольцо. То есть цвета у меня будут, я пишу color lit. Выбираю цвет, первый цвет пусть будет голубой. Далее еще раз пишу color lit. Выбираю color lit. И второй цвет пусть будет, например, фиолетовый. Далее ширина будет, допустим, 88. Высота 88. Процент заполнения, например, 78. И мы должны привязать state свойства show. Чтобы его привязать, мы должны создать binding уже в bottom cart view. То есть я также пишу binding var show. Тип данных Boolean. И здесь ее указываю только со знаком доллара. Пишу знак доллара show. Теперь возвращаюсь в bottom cart view. И раз мы добавили свойство show, мы должны его указать здесь. И здесь должно быть show. То есть какое-то state свойство, при изменении которого будет происходить отображение. И кольца, плюс ко всему анимация этого кольца. Если мы укажем здесь show, то есть знак доллара show, то при нажатии на дизайн анимации не будет. Потому что state свойство show, оно активируется только когда мы делаем drag gesture. То есть если я начну переносить карточки по экрану, мы видим на заднем плане идет заполнение кольца и плюс размытие. Поэтому я здесь делаю не show, а show card. Потому что если мы посмотрим на карту, то у карты есть on tap gesture, где как раз show card мы переключаем с false на true. Так вот привязка будет именно к on tap gesture. То есть я нажму на сертификат, появится кольцо и это кольцо будет с анимацией заполнения. Как мы сейчас можем наблюдать, анимация довольно быстро происходит. Если я хочу сделать небольшую задержку, то я возвращаюсь в bottom card view, нажимаю jump to definition и к ring view, добавляю точка animation. Внутри пишу структуру animation, потому что я хочу добавить два модификатора. Пишу точка. Прежде всего будет это тип анимации easing out. И далее пишу точка delay 0.4. Давайте посмотрим. Сейчас мы видим, что ничего не поменялось, потому что мы применяем анимацию ко всему контейнеру. Но если мы перейдем в ring view само, давайте нажмем jump to definition, мы видим, что мы здесь применяли анимацию тоже. Так вот анимация, которая частная, то есть которая внутри контейнера, у нее приоритет выше, чем у той анимации, которая применяется ко всему контейнеру. Поэтому вот эту анимацию я удаляю. Далее возвращаюсь в content view и запускаю preview. Вот мы можем видеть, что сейчас заполнение кольца происходит с задержкой. Можно даже сделать поменьше, допустим 0.3. Вот так. Теперь я хочу справа от кольца поместить текстовое поле. Для этого ring view я делаю embed in hstack. И ниже самого ring view я добавляю текст. Строка design.swift.ui. Тексту добавлю в модификатор .bolt. Текст помещу в vstack. И под ним добавлю еще один текст. Строка 39 из 50 уроков завершено. К нему добавлю модификатор .font в скобках .footnote. Далее добавлю foreground color, то есть цвет самих букв будет .gray. Затем ко всему vstack добавлю padding 20 поинтов и background color.white. Давайте посмотрим, что у нас получается. Слева кольцо, справа текст. Далее ко всему vstack также добавляю corner radius 20 градусов и тень. Пишу .shadow. Цвет будет color.black.opacity 0.2. Radius 20 x 0 y 10. Теперь добавлю выравнивание внутри vstack по левому краю и добавлю spacing. Итак, в vstack в скобках пишу alignment .leading .spacing 8. Теперь вижу то, что кольцо слишком близко к блоку с текстом. Значит, ко всему hstack добавлю spacing. Пишу spacing .20. Так гораздо лучше. Далее перехожу в home view. И здесь я хочу добавить scroll view с кольцами между аватаром и scroll view с карточками. Для этого ниже padding .top 30 я вставляю ring view, скрываю круглую скобку, нажимаю на заполнитель и здесь создаю совершенно новое кольцо. То есть пишу также color literal, выбираю цвет, допустим фиолетовый, далее еще раз пишу color lit, цвет выбираю, допустим, светло-голубой, ширина 44, высота 44, процент заполнения 68. И так как нам не нужно привязывать никакое действия к этому scroll view пока что, то я вместо binding напишу точка constant в скобках true. Далее помещу ring view в hstack и ко всему hstack добавлю модификаторы, padding 8 поинтов, background, color.white и корни radius 20 градусов. А также добавлю тень, пишу точка shadow, цвет будет color.black.opacity 0.2, radius 20, x 0, y 20. Добавлю еще одну небольшую тень, под этой скопирую первую, вставлю ниже и заменю opacity на 0.1, radius на 1 и y тоже на 1. Далее в этот hstack правее кольца я помещаю текст, строка, осталось 7 минут. Применяю модификаторы точка font, точка subheadline и далее точка bold. Далее этот текст я помещаю в свой vstack и ниже этой строки добавляю еще текст, смотрел или смотрела 15 минут сегодня. Добавлю font, точка caption. В vstack сделаю выравнивание по левому краю и spacing на 4 поинта. Пишу alignment, двоеточие точка leading, запятая spacing, двоеточие 4. Также добавлю spacing между кольцом и vstack. К этому hstack пишу скобки spacing, 12 поинтов. Далее весь hstack я помещаю в еще один hstack и хочу создать еще два подобных кольца, но без текста. Итак, я выделяю hstack вместе с модификаторами, копирую и вставляю ниже hstack. То есть выделяю его, промотал все модификаторы и вставил вот сюда. Здесь мне не нужен vstack с текстом, я полностью его удаляю и кастомизирую кольцо. Цвета выберу, давайте вот такой красный, оранжевый. Ширину сделаю 32, высоту также 32, процент 54. Далее беру весь вот этот hstack со вторым кольцом, выделяю и вставляю под ним. Теперь кастомизирую это кольцо, выберу цвета, пусть будет зеленый и светло-фиолетовый. Ширину и высоту оставлю также 32, процент поменяю на 32. Теперь увеличу расстояние между кольцами, иду в самый верхний hstack, в котором размещены у меня все эти кольца, и к нему добавляю spacing, 30 поинтов. Теперь хочу все view с вот этим hstack выделить в отдельную структуру. На hstack нажимаю command левая кнопка мыши, далее extract subview. Я назову его rings view, нажимаю enter. Далее все это view я хочу поместить в scroll view. Итак, ну нажму например на vstack и vstack поменяю на scroll view. Делаю сразу же горизонтальным прокрутку, то есть внутри пишу точка horizontal, и уберу линию прокрутки, то есть show indicators false. Сейчас я имею возможность прокрутки всех этих колец. Давайте добавим отступ, то есть ко всему rings view я добавляю pairing. Сперва горизонтальный на 30 поинтов, и ниже добавлю pairing.bottom, то есть снизу, также на 30 поинтов. Мы видим, что тень заходит у нас за границей, поэтому давайте уменьшим немного эту тень. Итак, я перехожу в rings view, и там где у меня модификаторы тени, я самую первую тень сделаю opacity 0.1, radius 10, и y, например, 12. То же самое у второго и третьего hstack, 0.1, radius 10, y, 12. Итак, теперь у меня тень не заходит за границы, scroll view. Теперь я вижу то, что расстояние между scroll view с кольцами и scroll view с карточками слишком большое, но уменьшить его с помощью пэддинга я не могу, потому что если, например, у scroll view с кольцами я сделаю pairing bottom 0, то тогда scroll view с карточками перекроет и тень, и само view с кольцами, а если же наоборот я сделаю pairing у scroll view с карточками, добавлю к нему padding.top 0. Это тоже не поможет, потому что он упрется в верхнее view, поэтому я это удаляю. Единственный способ это сдвинуть scroll view с карточками, подвинуть выше с помощью offset. Итак, я выделяю полностью все scroll view, и ниже добавляю offset в ось y минус 30. Все, теперь scroll view с карточками подвинулся вверх. Теперь я хочу сделать так, чтобы при нажатии вот на это кольцо и вообще на всю вот ту область, у меня появлялось view с сертификатами. Я иду сперва в home view, потому что там у нас располагаются все именно view, которые есть на главном экране, то есть это и есть главный экран. Далее, там я создаю state свойства, пишу state var, назову его show content, по умолчанию будет false. Далее я возвращаюсь в home view. Чтобы подвязать home view, я также делаю binding var show content, тип данных буллин. Далее я перехожу к scroll view с кольцами, и ниже padding bottom 30, я добавляю модификатор on tap gesture, и там пишу self.showcontent равняется true, то есть переключил с false на true. Теперь давайте перейдем в ошибку. Мы не указали в preview наше новое свойство show content. Давайте это исправим. И здесь я напишу также точка constant по умолчанию false. Теперь я возвращаюсь обратно в home view, и там где у нас структура home view, я также должен добавить новое свойство show content. Пишу знак доллара, и state свойства show content. Теперь продемонстрирую вам еще один способ, как можно показать новое view. Все, что мы до этого сделали, это написали то, что при нажатии вот на эту область, свойство show content станет true. Теперь я иду ниже структуры menu view, вот у нас структура menu view. Далее ниже gesture я пишу условие if. Напишу if show content, соответственно равняется true, то показываем структуру content view, потому что наши сертификаты это как раз структура content view. Сейчас, когда я нажму на эту область, появится content view. Вот мы видим. То есть оно именно перекрыло наше текущее view. Два view наложились друг на друга сейчас. Сейчас мы применим такую хитрость, то что мы после условия if зададим background. Итак, в условии if я добавлю структуру color, то есть цвет. То есть мы задний фон, который сейчас перекрылся, мы вместо заднего фона будем отображать просто цвет. Итак, я пишу color.black, и сделаю к нему модификатор edges ignoring safe area.all. Давайте посмотрим. Я нажимаю, вижу, что полностью исчез задний фон, перекрылся черным цветом. Давайте поменяем на белый. Итак, нажимаю. Вижу, как будто бы отобразилась новая view, но при этом, что мы сделали, просто перекрытие одного view другим. И когда у нас show content стало true, мы отобразили цвет белый с заходом в safe area и также структуру content view. Далее хочу сделать возможность выхода из окна с сертификатами. Ниже структуры content view я вставляю image, делаю system name, в кавычках пишу xmark. Далее задам рамку, пишу frame, шириной 36 и высотой 36. Мы эту картинку на превью не видим, потому что у нас сейчас show content false. Если мы нажмем, вот он, видите, крестик здесь. Чтобы у нас была возможность именно посмотреть, как выглядит картинка в превью, давайте вынесем ее за пределы условия if. Итак, я вырезаю и вставляю за скобку. Выровняю. Итак, сейчас мы можем наблюдать за этим крестиком, пока что без нажатия. Далее я добавлю foreground color, точка white и background, тоже color, точка black. Также сделаю clip shape, то есть ограничу эту область кругом. Внутри пишу circle, круглые скобки. Теперь, чтобы расположить кнопку в правом верхнем углу, мы будем использовать сочетание hstack и vstack плюс спейсеры. Итак, я помещаю image в hstack, далее в начало hstack ставлю спейсер. Теперь я помещаю вновь созданный hstack в vstack и теперь после hstack вставлю еще один спейсер в круглые скобки. Вот мы видим, где сейчас расположена кнопка закрыть. Теперь ко всему vstack я добавляю offset ось x минус 16, ось y 16. Вот на таком расстоянии мы поместим кнопку закрыть. Теперь я весь vstack вместе с offset вырезаю и вставляю внутрь условия if. Также выровняю. Теперь, когда я нажму на эту область, появляется view с сертификатами и кнопка закрыть. Давайте ее сделаем рабочей. До этого ниже offset я добавлю модификатор onTapGesture и внутри напишу self.showContent равняется false. Теперь при нажатии на кнопку закрыть мы возвращаемся откуда и пришли. То есть view закрывается. Ну давайте сделаем это более интересно, то есть используем анимацию и переход. Итак, внутри условия if мы не можем также создать стейс-свойства и использовать offset как мы раньше делали. Поэтому сделаем по-другому. Я пишу ниже offset модификатор.transition и внутри пишу точка move выбираю заполнитель и в качестве угла точка top. Далее я добавлю также анимацию к этому транзишену. Пишу animation пишу точка spring то есть пружинная анимация и выбираю tool с множеством параметров. Итак, response 0.6 damping fraction 0.8 и blend duration 0. Давайте посмотрим. Нажимаю. Вижу, что кнопка закрыть появляется с анимацией. Давайте вернемся в структуру home view и начнем формировать view с карточками, которая находится ниже горизонтального scroll view то есть вот здесь. Прежде всего я найду горизонтальное scroll view вот оно ниже offset я добавляю текст строка курсы применяю к нему модификаторы точка font делаю точка title и также точка bold то есть жирные буквы помещу в hstack для того, чтобы сдвинуть эту строку влево соответственно ниже текста добавляю spacer добавлю padding к hstack точка leading на 30 поинтов далее если мы посмотрим на структуру section view то есть та которая у нас с карточками давайте перейдем в нее мы увидим что здесь в качестве рамки мы задали и ширину и высоту конкретными числами давайте эти числа перенесем в свойства самой структуры section view и так я пишу bar ширина тип данных cgflot по умолчанию 275 также сделаю для высоты пишу height тип данных cgflot 275 теперь меняю здесь 275 на ширину и здесь на высоту мы это делаем для того, чтобы поместить карточки с курсами ниже слова курсы а соответственно при инициализации нового экземпляра структуры чтобы мы могли указать сразу и ширину и высоту и так я листаю вверх и ниже padding leading 30 я вставляю section view открываю круглую скобку и так ширина у меня будет screen.width минус 60 то есть компенсацией padding по 30 с каждой стороны высота 275 далее в качестве section я указываю массив section data и в этом массиве элемент под цифрой ну пусть будет 1 вижу что у меня появился элемент массива по цифре 1 то есть по счету он идет второй вот такая же карточка добавим ко всему home view теперь возможность прокручивания я иду в самое начало и вот этот вот вис так сделаю scroll view то есть ну сперва вис так и вис так меняю на scroll view теперь вижу что слово курсы и соответственно карточка с курсом слишком далеко отдалена от scroll view с карточками горизонтального поэтому я иду там где у нас section view и к h-стаку со словом курсы добавляю offset по игроку на минус 60 и этот же offset копирую и добавляю к section view теперь все на правильном расстоянии итак друзья на этом на сегодня все мы смогли реализовать динамические кольца которые можем использовать по всему приложению и организовали переходы спасибо за внимание увидимся в следующем уроке всем удачи